Самая скандальная программа, она называется АйТим, ее ведут 4 Алексея. Как всегда, сегодня это Осин, Нарышкин, Дурнову и Ягулубев. Здравствуйте, и в гостях у нас адвокат Илья Новиков. Здравствуйте. Повтор программы. Илья, у меня первый вопрос, знаете, какой я всегда вот думал. Кому вы пытаетесь доказать свое вот это вот украинство, такое политическое, и даже, знаете, я бы сказал, биологическое. Надо додуматься в Фейсбуке у себя, Господи, ты в шапке вывесили вот этот уже документ, и что у вас там, значит, какая-то бабушка там по двоюродной сестре, не знаю, родилась там в Запорожье где-то. Вот зачем? Вышиванки все. Ну, во-первых, никакая не бабушка по двоюродной сестре. Это моя родная бабушка Эдукина Сильверси Порох, которую я очень любил. Я никому ничего не пытаюсь доказать. Это просто факт моей биографии, что я наполовину украинец, по-моему, на линии. Но вы же не вывешиваете, что папа русский с паспортом и где он родился, а про бабушку... Ну, про этого вопросов не было, про бабушку были, потому что когда, собственно, стали вот ваши коллеги и украинские коллеги журналисты, и российские, стали выяснять, а что-то мне нужно в украинских судебных делах, почему защищаю украинцев. Одна из вещей, которая им тогда сказала, что я, в принципе, никогда не скрывал, но и не афишировал, то, что да, я половина украинцев, у меня бабушка оттуда. И мне сказали, ну, а что, докажи там, да, что ты, может быть, врешь, сочиняешь, ну вот. Вы решили документы вывезти. А кто именно сказал докажение? Я уже не помню. Ну, это был судебный тенок какой-то? Не-не-не, в самый пик всей этой истории с делом Савченко, там, естественно, каждое слово там и по поводу, и без поводу, которое где-то произносилось, ставилось под сомнением. В том числе, то, что говорил про самого себя. Получается так, что, чтобы защищать Савченко, нужно самому быть украинцем, иначе не так? Нет, не обязательно. Но Савченко же была не одна. Я после нее переключился. У меня сейчас, вот прямо сейчас, на всю минуту, на 17-й год, на май, в производстве находятся пять дел по пяти украинцам. Им принципиально, чтобы их адвокат... Им не принципиально, но для того, чтобы их эффективно защищать, мне нужно не только делать что-то здесь, в России, как адвокату. Мне еще нужно, поскольку я их основная и единственная связь с внешним миром, мне нужно лоббировать их интересы там в Киеве, чтобы про них не забыли, чтобы их не бросили, если будет какой-то обмен, чтобы кого-то не оставили за борту. А для этого мне необходимо, чтобы мне доверяли. И для этого мне необходимо в том числе показывать, а, собственно, что это мне здесь нужно. Причем какой-то Москаль, что-то от нас хочет. Вот я это хочу. То есть, вы подокаете паранойи, очевидно, совершенно. Потому что мне, например, все равно украинец или адвокат, или русский. Вот если он будет хорошо защищать, а вы, Савченко, судя по тому, что я читал, защищали очень хорошо, то какая разница-то? Спасибо на данные условия. Во-первых, так думают не все, что это еще хорошо. Во-вторых, с легкой руки моих бывших коллег, Марка Фигина и Николая Ползова, которые спустя очень небольшое время, после того, как мы закончили работу вместе по делу Савченко, начали говорить, что я работаю на Кремль, что я шпион такой, что я шпион с такой, что я брал денег у Саркова, и у кума Путина, и вообще я замешанный, засланный казачок, и вообще какой-то мутный. И здесь вопрос не паранойи, здесь вопрос в том, что когда вот это про меня говорит, не баба мани с улицы, а про меня говорит бывший коллега, про которого, ну, как бы можно предположить, что он что-то знает, мне нужно защищаться. То есть, мне нужно не просто приводить какие-то доводы и приводить какие-то аргументы, но вообще вообще трудно доказать, что это не верблюд. Как вы можете доказать, что вы не брали деньги у Путина? Смотрите, Илья, вот сейчас... Один из эмоциональных аргументов, собственно, почему мне все это нужно, почему я не считаю делать здесь все посторонние, вот этот аргумент. То есть, я объясняю, иду на откровенность, я объясняю, что мне нужно. Мне нужно вот это. Меня принципиально, чтобы украинцев в России не прессовали, чтобы их не сажали в тюрьму. А почему украинские дела вот именно вас так интересуют плотно? Вот это продиктовано вашим наполовину украинским происхождением? Нет. Плюс к тому, что вы даже что-то не забрали дело у другого адвоката Савченко. То есть, вы в него вошли, когда у него был защитник какой-то там... Это неправда. Не так, да? То есть, я по вашему интервью свободе сужу. Там была какая-то сестра, якобы, так сказать, дала разрешение и так далее. Ровно так же, то, что где-то кто-то прочитал, неправильно запомнил, и что-то у него голосило, ровно так же это все и складывается. Нет, ну на то вы и в студии, я вас и спрашиваю, что будет. Давайте так. Если мы начинаем с дела Савченко, как мы в него вошли, история была такая. У нее не было ее адвоката, который выбрал бы она или выбрал бы ее семье. У нее был адвокат по назначению в Воронеже. Сразу после того, как ее арестовали, ей дали адвоката по назначению. А местного, против которого я не хочу ничего говорить, он отработал так, как обычно отрабатывает адвоката по назначению, то есть, присутствовал в председательных действиях, объяснял ей что-то, что она ему прошла больничего. Как только сестра подписала соглашение с нами троими, мы в это дело вошли, он за это дело вышел, без какого-либо конфликта. Окей, извиняюсь, что я прерываю. Действительно, вот вопрос коллеги Голубе, он дан в случае войны. Да, я не закончил. Вы же специально искали... Нет, ну бог с ним, это детали дела, это просто речь о мировоззрении. То есть, вы специально выбирали украинские дела. Кстати, Савченко была не первой, если судить по вашему. Первой. Ну, я насколько, опять-таки, адресуюсь там уже интервью. Вы плохо знаете материал. Нет, вы плохо знаете материал. Он плохо видит. Значит, дело Сенцова не было моим делом ни на каком этапе. Я только защищал одного из людей, которые были в деле Сенцова. Не сомневаюсь. Предположим, но дело не в том. Вы специально, наберенно убираете дела вот этой направленности. Смотрите, у меня не было такой направленности до Крыма. То есть, до Крыма я работал адвокатом, вот как все, в принципе, адвокаты в Москве. У меня был маленький, может быть, бонус в ту сторону, то, что я знаю украинский язык. Мне проще читать документы хотя бы на этом уровне. Но это маленький бонус, который ни к чему не обязывает. Но после Крыма ситуация поменялась. Потому что я очень хорошо помню вот эту картинку, когда мы с друзьями сидим, с моими московскими друзьями, все россияне, сидим в баре, смотрим по телевизору трансляцию заседания Совета Федерации о том, что давайте-ка завершим использование российских войск в Крыму. И понимаем, что вот это, в принципе, все. Это конец. Это какой-то рубеж, это красная черта. И дальше у всех по-разному. Кто-то пошел на митинги, кто-то пошел на демонстрации за мир или за Украину. А моя профессия такая, что она позволяет мне, просто занимаясь своим прямым делом, свою позицию обозначить достаточно четко. Я понимал вот с начала 2014 года, я понимал, что если будут такие дела, которым потом стало дело Савченко, потом стало дело Крапюка и Клыха в Чечне, потом еще стало дело вот этих крымских диверсантов с прошлого августа, которые скоро пойдут в суд, что такие дела будут появляться. И что, принимая на себя защиту в этих делах, я тем самым одновременно помогаю людям, которые этого заслуживают, и одновременно делаю что-то, чтобы не чувствовать, что я стою в сторонке и смотрю, как Россия. И успешно пытаетесь сделать себе имя, потому что это самые скандальные процессы нынешнего времени. Это важная деталь тоже, да, конечно. То есть вы полезли в окоп, грубо говоря. Да, я полез под танк. То есть, понимаете, вот смотрите, ситуация идет, как я, например, я это рассматриваю, можно называть войной между Украиной и Россией, можно называть большой гражданской войной в пределах... Давайте войной между Украиной и Россией это называть. Ну, это ваше мнение, в моем может от этого отличаться. Дело не в этом. Ну, то есть вы берете и сознательно становитесь на сторону Украины против вашей страны, вы же гражданин России, и начинаете воевать против России, правильно? Да, я правильно понимаю? Ну, очень многое воспринимает это именно так. Нет, почему очень многие, я же вас спрашиваю, а не многих, про многих я и так знаю. Смотрите, поскольку, ну, украинцы очень хорошо понимают, что война идет, россияне этого не понимают. Россияне, очень многие действительно искренне думают, что там какая-то заворуха у этих хохлов, но это нас не касается. А именно потому, что вот эта формальная черта еще не перейдена, что еще не разорваны дипломатические отношения между странами, что еще нет статуса войны. Я могу этим пользоваться, я этим пользуюсь. И делаю то, что считаю правильным и нужным. Пользуюсь своим статусом адвоката, защищая этих людей. Вы воюете еще раз. Я защищаю людей, которых Россия обозначила своими врагами. Это совершенно так. Ну, вы воюете против своей страны, правильно, или нет? Ну, слушайте, если вы скажете нет, я приму ваш ответ. Как, как, что, где, когда? Давайте так. Те, кто считают, что вот эта война, не там, где стреляют, а там, где воюют с словами, что это война, имеют полное право, считаю, что я участвую в ней против России. Я не меню чего-то. Вот вопрос такой. В тюрьмах СБУ сидит достаточное количество людей. Какое? Вы хотите мне, ну, хотя пусть один, пусть хотя бы один. Два там. Фамилии. Нет, подождите. Подождите. Я-то подожду. Отмечаете Люсей Осин. То есть, таких людей нет. Мы сейчас к этому перейдем. Вы поставьте вопрос. Нет. Я поясню, почему я вас делаю. Я помогу Осину. Меня тоже интересует очень этот вопрос. Меня больше, чем вас интересует. Мы не будем сейчас в списке называть людей, которые репрессированы на Украине. Мы возьмем пример, например, уже убитого, к сожалению, человека, подлоубитого Олеси Бузины. Его убийцы отпущены на свободу. Вам, как человек, которому Украина близка, могли бы обратить свое внимание на этот факт, сказать то, что я хочу добиться справедливости, преступники должны быть наказаны. Как вы считаете, что я должен добиться справедливости в этой истории? Не знаю. Наверное, как юрист, которому очень близка украинская тема, сказать, что здесь какая-то несправедливость. Давайте обозначим рамки. Я не просто юрист, я адвокат. Адвокат, да. И я не правозащитник. Это важно. Это постоянно подчерк. Когда мне говорят, что вот к нам пришел правозащитник Калионоков, я говорю, извините, я не правозащитник. Потому что правозащитники, это люди, которые, спасибо им большое, на себя берут бремя, быть за все хорошее, против всего плохого в любой ситуации. Вот правозащитник, который для кого-то принципиальная позиция, он, естественно, должен выступать всегда и везде за попранное право. Вот он, что мне сказал про Бузинова? Адвокат работает там и тогда, где и куда его позвали. К делу Бузину меня не позвали. Моего мнения про эту историю никто не спрашивал. Даже если спросили, мое мнение отличалось бы от меня, ни человека с улиц. Я вас спрашиваю, никто не просил. Не-не-не, секундочку. Ну как? По поводу дела Саченко, это была вполне понятная процедура заключения соглашения. А кто позвал? Инициатива-то ваша была? Вы пришли или вас позвали? Я позвонил Марку Фегину. Сказал ему, Марк, вот мы с тобой до этого обсуждали, что вы скорее хотите заниматься делами о политике, а я хочу украинское дело. Вот это дело, которое находится на пересечении. То есть это ваша инициатива? Вы позвонили, не кто-то вас позвонил и сказали, не хотите ли вы Илья Новикой? Вы сказали, да, я буду защищать. Секунду. У вас четыре, я один. Окей. Я вас переключу, но это будет, конечно, не изящно. Спасибо. Значит, в случае с Саченко ситуация другая. Дело в том, что дело Саченко это российское уголовное дело, которое расследуется в России, и там должны были российские адвокаты. Вся история Бузина это украинская история. У меня теперь уже после всех этих дел, начиная с 2015 года, есть статус украинского адвоката, но это статус иностранного адвоката в украинском реестре. То есть я не могу просто сидеть в Киеве, условно говоря, там открыть офис и работать как украинский адвокат. Я имею право в связке с каким-то из украинских коллег по тому делу, где есть иностранный элемент, помогать ему по поводу этого иностранного реестра. Хорошо. Бузина украинский гражданин. Те, кого подразумевают в убийство украинских гражданин. Мне в этой истории, даже если я очень захотел, а я не хочу им, честно говоря. Мне в этой истории места нет. Прокомментировать. Теперь сказали, ваши отношения... По поводу людей в Терюм-Казболе. У нас в студии адвокат Илья Новиков на столе, что где как-то. Я не просто так настал, чтобы Алексей назвал какие-то имена, а вот эта точка, где мы с вами, может быть, пересекаемся. И, может быть, смотрим на эти вещи отчасти одинаково. Дело в том, что опыт последнего года, года, который прошел с освобождения Надежды Савченко и еще двоих украинцев, Солошенко и Афанасьева, которых обменяли на четверых русских в совокупности, он показывает, что никакого дальнейшего прогресса, в том числе и по поводу обменов, нет. И одна из причин, почему этого прогресса нет, но она двоякая, да? А российским властям это неинтересно и не нужно. Вот там томится какое-то количество, говорите, да, томятся, томятся наши там. Либо наши граждане, либо пророссийские украинцы, которые тоже часть русского мира, которые тоже вот как бы свои, мы своих не бросаем. Но поскольку про них не знают россияне, про то, что они там томятся. Ну, что не знаю, знаю. Не знаю. Вот вы не знаете, не знаю. Я не знаю. Вы знаете в теории. Вы не знаете. Илья, знали ли про Александрова? Про Александрова. Александрова и Ерофеев. Писала новая газета. С момента, когда Александров и Ерофеев стали обсуждаться в российской прессе, сначала не в основных госканалах, а потом в основных госканалах. Только с этого момента открылась калитка для обмена. Потому что только с этого момента люди начали понимать, и власть получила возможность объяснить этим людям, объяснить своим гражданам, своему электорату, почему, собственно, нужно эту бандеровку-убийцу отпускать за наших... Потому что есть наши ребята. То есть, мы ждем публикации новой газеты. Мы нет. Мы ждем другого. Мы ждем, чтобы СБУ, которые являются хозяевами этой истории, они контролируют список. Вы не знаете точного числа? Они не знают. Вы не знаете фамилии? Они их знают. Мы ждем того... Нет. Если бы я... Фамилии? Нет. Я просил... Я неоднократно просил... Тут вы знаете все фамилии, там ни одной не знают. Да. Потому что те, кто считаются украинскими гражданами политзаключенными, незаконно удержаны в России, они все в списках МИН Украины. Они все посчитаны. Российский МИД нам такой информации не дал. Если вы пойдете на сайт Украинского МИДа, там есть специальная ссылочка на первую страницу. Причем здесь МИД? Причем здесь МИД? При том, что есть тюрган. Это наши дела, да, как граждан? Есть список сгинувших. Мы не имеем подтверждения, где они сгинули. Есть масса списков. Живание до сих пор или нет. Плюс того, как украинцы работают со своими гражданами в России. В том, что этот список официальный, и его можно по одному клику посмотреть на сайте МИДа. Минус того, как работает российская страна, то, что вы пойдете на сайт российского МИДа, и вы там не увидите список российских граждан. Вы меняете понятие. Мы не говорим сейчас об официальных структурах. А я говорю именно о них. А я нет. Вы говорите как личность. Вы пошли и стали защищать Савченко под собственной инициативе. А здесь вы начинаете говорить, ну, раз наш мир не интересует, то и мне все равно. Давайте я перепутываю. Стоп, стоп, стоп. Из этого вытекает то, что вы сознательно воюете на одной стороне вашими средствами, вашим автоматом, вашим автоматом против России, которая вам не нравится. Про свой автомат я сейчас договорю. Я хотел вам сказать приятное. Я хотел вам сказать, что мы совпадаем. А мы совпадаем в том, что я большой сторонник того, чтобы СБУ назвала имена и число для начала хотя бы россиян в украинских тюрьмах, чтобы этот разговор мог начаться. Вот, допустим, да, вы сочувствуете какому-нибудь Ване Петрову, который откуда-нибудь из своего Челябинска поехал воевать. Сочувствуете вы ему? Сочувствую, да. Вот ему не повезло. Он попал в плен. Ему дали 10 лет. Он сейчас сидит в тюрьме в Киеве. Вы хотите, чтобы он вернулся домой? Да. А я хочу, чтобы он вернулся к Карпюку. И вот здесь мы с вами совпадаем. Для того, чтобы это могло состояться, украинская страна должна назвать имена, а российская страна должна обозначить, что эти имена им интересны. Только тогда у нас получится возможность. Значит, не думал, что Карпюк виноват в такой же степени, как Ваня Петров, который воевал? Абсолютно нет. Не, ну а как? Если вы говорите, что Ваня Петрова воевал, а не надо, чтобы Карпюк не воевал. С момента, когда начинается политическое обсуждение и обмена, вся предыстория остается за скобками. У одной страны есть один список заключенных, которые сидят по приговорам. Хорошие это приговоры или плохие. Для этого обсуждения не важно. Это для историков, для правозащитников, кого угодно. А сейчас ситуация выглядит так. Примерно каждые три недели в Минске собирается контактная подгруппа по гуманитарным вопросам. Украина на свою повестку выставляет, первое, тех людей, которые в России в тюрьмах. И второе, тех людей, которые в подвалах, Донецк и Луганский. ЛНР, ДНР занимают разную позицию, которая колеблется. Россия пытается от всего этого остранить и сказать, что это не ее история. Мой интерес и интерес людей, которых я защищаю, в том, что этот разговор вышел на максимально конкретный уровень. Вы сочувствуете тем, кто защищает Луганский тюрьм? Замечательно. Я им не так сочувствую, как вы, но я хочу, чтобы они оказались дома, если это придет к тому, что дома окажутся люди, которые защищают. Здесь нет предметов для споры, я согласен. У Вани Петрова есть мой зеркальный двойник, украинский адвокат, например, Рыбин Вячеслав, который защищал Ерофеевым. Вот я здесь свой среди чужих, он там. И мы с ним друг друга очень хорошо понимаем, потому что мы работаем в статистической ситуации. Мне не нужно, я хочу, в Украине защищать Ваню Петрова, потому что Ваню Петрову есть кому защищать. Мне нужно, чтобы про Ваню Петрова говорили здесь и там. Потому что это поможет Николаю Корпяку, Стасу Клухову, Валентину Выговскому, Андрею Захтею, Алексею Чернию. И новое слово произнесено, свой среди чужих. Илья, после дела Надежды Ставченко, что вы получили в сухом остатке? Сколько я все получил? Более известный мне, больше контракт с вами заключает? Если до этого дела, когда я приходил в какое-нибудь новое место, там про меня говорят, что вот это Илья Новиков, что и когда, а еще немножко адвокат в свободное время. То сейчас мне, по крайней мере, не нужно объяснять, кто я такой. Вот это у меня, это ЦАСКА, да, наша. Это адвокатский значок. У меня есть такой же еще, украинский. Илья Новиков показывает нам свой значок. Да. По крайней мере, сейчас мне не нужно, приходя в какое-то новое место, где меня еще в лицо не видели, мне нужно объяснять, что я адвокат. Я адвокат. В этом смысле, конечно, то, что вы намекаете прозрачно, что я получил какие-то бонусы в виде славы, я их получил, я к этому стремился, безусловно. Это же нормальная история. Это нормальная история, да. Адвокатская профессия в качестве одной из своих особенностей имеет то, что чем... А побочные стороны? Ну, какие-то темные стороны? Нет, почему-то... Всякий негатив, например. Почему-то многие думают, что мне угрожает моя жизнь в опасности, я прячусь, я нигде не прячусь спокойно, я точно так же живу, как жил. Почему-то многие думают, что от меня отвернулись друзья и родные, и никто от меня не отвернулся. Ни одного друга из этой истории не потерял. Ну, может, потому что у меня были такие же друзья, а там всякие нас предатели, да, и прочее. А у вас ватников нет в друзьях, извините? Нет. Нет, очень хорошо. Вы так избирательные разложите? Очень хорошо так стало понятно, что как раз ватников у меня друзьях нет. Попробовали бы ватника друга не потерять? Вот это был бы предмет для гордости в такой ситуации. Что бы и нет, показываешь. Ну, был бы друг ватник, я бы, может быть, его попробовал не потерять, а так и не пришлось. Нет, просто это вопрос-то такой психологический, и исторический. То есть, ведь у многих из нас на Украине родственники, и через многие семьи пролегла вот эта вот трещина. А что вы делаете для того, чтобы трещину замазать? Я, по крайней мере, не педалирую вот те вопросы. Этого мало. Я вам скажу, что этого мало. А что надо делать вот любопытно? Надо искать общий язык. Надо пытаться хотя бы со своими родственниками, если уж не посторонними людьми, понять, а, собственно, ну, чего это им не нравится в том, что Россия делает на востоке Украины? Что Россия делает в Крыму? Слушайте, они не должны понимать, что они нравятся мне. Подождите. Только я должен понять, что... Если вы признаете, что вы взаимно друг с другом не должны, то вот ваши связи, которые у вас должны быть просто... Ну, то есть, вы опять стоите на той же позиции. То есть, изначально я лично, хотя я никакие войска не вводил, и вообще никто их не вводил, и ни при нем не голосовал в Совете Федерации, я должен перед кем-то оправдываться. По-моему, это должно быть взаимное движение, а не с одной стороны. Нет, вы знаете, когда происходит убийство, кого-то убивают, нельзя после этого рассчитывать, что будет взаимное движение. Что вот есть убийца, вот есть родственники жертвы, что они будут взаимно двигаться, и они оба друг друга что-то должны. Это не так, это не так устроено. Ну, убивают, то что вы, одна страна убивает, что ли? Вы меня пытаетесь как-то разоблачить, когда чуть ли не с украинским флагом хожу по центру Москвы, и вы пытаетесь сказать, что что-то Новиков скрывает. Я, по-моему, про это вообще не говорю. На чистую воду ведем. Нет, я вполне прозрачный об этих вещах говорю уже не первый год. Нет, я понимаю, но просто у вас позиция такая, что я должен оправдываться перед своими родственниками за то, что там кто-то что-то сделал. Нет. Даже если я считаю по-другому. То есть, если у нас с вами не совпадение, и мы с вами там 20 лет дружим, да, то лучше вообще эти не затрагивать. Потому что это тема такая, где нет правильного ответа на самом деле. А он для вас есть. И поэтому война будет продолжаться. Понимаете? Вот если вы говорите, я точно знаю правильный ответ, все. Сейчас Осин возложил на Новиков ответ за продолжение войны. Нет, абсолютно нет. Я же учусь. Мы пошли в разговор о том, как предотношение с родными. Это явно не очень здорово. Илья, давайте сменим действительно тему, не про родных. Можете мне объяснить феномен, не мне, а всем нам, феномен Ползова и Фегина? Я объяснил, значит, примерно с тех пор, как была история с Пуссирает, бытует мнение, причем широко растиражированное, что они чудовищные люди. И чудовищный адвокат. Я не оцениваю их профессиональные качества, но вот это то, что про них говорит примерно каждый второй человек, который слышит эту фамилию. Их дела это какие-то вечные скандалы, в том числе и с подзащитными. Их дела это вечные скандалы, в том числе и с коллегами, начиная с Виолетты Волковой и заканчивая вами. Объясните мне, пожалуйста, почему их продолжают звать в адвокаты люди, которым нуждаются в адвокатской помощи, и почему с ними всегда все ссорятся? Смотрите, прямо сейчас, в меньшем километре отсюда, в Московской адвокатской палате, которая находится у нас с носильцем в Рашке, лежит две жалобы. Моя, в которой я прошу лишить адвокатского статуса Марка Фегина, и встречная жалоба Марка Фегина и Николая Позова, которая просит наказать меня за то, что я не карет о них высказывался. Вулки от испуга скушали друг друга. То есть, мы уже перешли из такой неформальной и малопочтенной для адвокатского сословия перебранки к вполне конкретному формальному выяснению отношений. Что? Ну, это, знаете, это, что называется, лучше плохой конец, чем ужасный конец, а может без конца. Чем крыть друг друга в Фейсбуке? Да, продолжали бы эти срачки в соцсетях, без конца лучше действительно подвести к какой-то черту. Но при этом это накладывает на меня определенные ограничения в том смысле, что я не могу, вот сейчас поставив этот вопрос перед палатой, я не могу себе позволить критиковать коллег в той степени, как они, может быть, этого заслуживают. Я вкратце объясню, в чем сюжет. У нас вообще по умолчанию производство дисциплинарное закрытое, то есть я не могу вдаваться в эти тонкости. Моя жалоба относилась к тому, что начиная с октября, то есть с момента, когда Савченко приехал в Москву на процесс Крепюка, Марк и Николай постоянно говорят про меня, что я работаю на Кремль, что я работаю на такого человека, который зовут Виктор Медведчук. В России эта фамилия, там многим ничего не говорит, в Украине это такой вот демонизированный персонаж, что, наверное, лучше быть, вот лучше быть с Путиным, чем с Медведчуком. Потому что Медведчук, он, потому что Медведчук, он еще и кум Путина. Так работает. И для моей работы и для моей возможности что-то делать для своих подзащитных, это вредит хуже, чем все, что я могу себе представить. Мне пришлось этого защищаться. Мне пришлось в достаточно энергичных выражениях объяснить, кто такой Николай Ползов, который, кстати, здесь у вас на сайте «Эхо Москвы», там накатал Гевианскую простыню, что вот Новиков, там, он получает деньги оттуда, отсюда, что он там на шиз, что он вот за Суркова. Совершенно безумный какой-то набор клеветы. И последние полгода мы выясняем отношения, кто из нас работает на Кремле. Я, к сожалению, не могу про них сказать, что они работают на Кремле, потому что я так не считаю. Я считаю, что они, ну, люди, которые варятся в таком собственном соку и... Ну, хорошо. Вот вы выясняете отношения. Знаете, это можно просто очень долго обсуждать. У нас времени так много. Вот вы просто знаете, что мне кажется? Что есть медийные адвокаты, да, там такие, как Резник, Борщевский. А вот есть такие медийные товарищи-адвокаты, которые, в общем-то, они в первую очередь медийные, а потом адвокаты. Или даже политики, такие полуполитики. И вся деятельность, она оборачивается скандалами, перебранками, мелкими разборками. Термин, который я формулирую как гон за адвокатурой. Вот есть гон журналистика, журналистика от первого лица, которая с появлением всяких телеграмчиков, инстаграмчиков приобрела особенное удобство. Есть гон за адвокатурой. И я, в принципе, сам не чураюсь этого подхода. То есть, я не против выйти от первого лица и сказать, что у нас только что было заседание. Или какую-нибудь трансляцию запустить. Это инструмент, который позволяет объяснять людям, собственно, что не так с судом, если с судом что-то не так. Но у нас немножко разные подходы. Я считаю, что это не может подменять, собственно, черновая адвокатская работа. То есть, прежде чем кричать, что тебя засудили, что там суд с Атрапой и Кровопийца, нужно хотя бы выполнить домашнее задание. Нужно написать ходатайство нормально. Нужно вовремя его подать. Нужно формулировать позицию. И вот на этой почве мы, собственно, с Марком и Секалами поругались. Мы работали нормально до тех пор, пока наши разногласия не мешали мне делать то, что я считаю нужным. Под самый занавес процесса, когда у нас всплыли прослушки, которые нам предоставило СБУ, мне предоставило СБУ. Прослушки Плотницкого и Болтова. Где они за час до убийства российских журналистов Корнилюка и Волошина. В чем время Исааченко. Плотницкому уже звонит его подчиненный и говорит, там, командир, мы взяли бабу снайпера. Я эти прослушки получил под мое личное честное слово, что я их не выложу. До тех пор, пока в Киеве не пройдет экспертиза, потому что мне их дали вот горячими. Как только они появились в деле, как только их из оперативного подразделения СБУ, где они там полились в архиве с 2014 года, потому что конкретно эти файлы никому не были уже интересны, передали в процессуальный отдел, мне их сразу передали. Еще не успели провести экспертизу. Я дал честное слово, что я не буду их выкладывать никуда до тех пор, пока экспертизы не будет. Марк настаивал, что вот нет, надо немедленно в паблик, вот мы сейчас теряем импульс, ты ничего не понимаешь, я знаю, как это делается. Мы поругались одним словом, я услышал, что я клоун, а не адвокат, что мое место в телевизоре, что я ничего не понимаю, ну типа того. В общем, последние три месяца, когда он сделал совместную работу по делу Савченко, мы не разговаривали. Вплоть до того, что когда Савченко 25 мая, год назад у нас было освобождение, что когда его повезли освобождать, Марка и Николай об этом не знали, они поехали к своему подзащитному Горячеву, который был в Харпе, они там были за Полярным кругом, и там Коля мне названивал, пытался понять, что происходит, освобождать, но они просто не знают, что это будет тот день, иначе бы, конечно, мы все были в Ростове, так я в Ростов поехал один. В общем, одним словом, закончили работать, я считал, что конфликт у нас более-менее исчерпан, там были некие денежные какие-то недоразумения, которые я совершенно не считал нужным афишировать, и вообще махнул это рукой, потому что потратил сколько-то на дел Савченко, ну и слава буквы, то какое красивое получилось дело. Но после того, как Надежда прилетела в Москву в конце октября, вот у нас пошла горячая, горячая фаза склоки, то, что Генрия Марк-Пещерезник называет адвокатская склока. На этой интригующей ноте мы прервемся и продолжим после небольшого перерыва, напомню, ты программа «ЭйТим» у нас в гостях адвокат Илья Новиков. Программа «ЭйТим» в эфире «Эхо Москвы», самая скандальная, самая громкая программа, которую ведут четыре Алексея по традиции. Сегодня это осень, Нарышкин, Дурновой и Яголубев. Здравствуйте еще раз. В гостях у нас адвокат Илья Новиков. Илья, мы вас приветствуем. Мы говорим о ваших терках, разборках, вот этих адвокатских, медийных, непонятно, что там. Повтор программы. Я в этой истории оказался в положении страны, которая отбивается, потому что я же не могу сказать, что вот это не я шпион ФСБ, это не я, Ген Путин, это Фиген Ген Путин, потому что я так не думаю. Но я не думаю, что Марк Фиген реально такой человек, который может себе взять СБУ в любом виде. Как подавать, если вы знаете, что вы не брали деньги? К сожалению, даже выигрыш в российском суде с точки зрения репутации в Украине для защиты от обвинений в том, что я работаю на российскую власть, ничего не дает. Это только подкрепляет ответственность, что если Новиков выигрывал в российском суде, ну ничего. Возвращайся к пункту первого. Паранойя. Понятно. В общем, конечной, последней каплей, когда я решил, что на Фиген все-таки жалобы поддан, для меня стало то, что он перешел на то, чтобы мочить меня через моих клиентов. Это абсолютное табу. Вот адвокатов не так много абсолютных табу. Правило, все табу относительные. Ну вот в принципе... Он приходит к вашим клиентам и говорит... Нет, было дело, было дело, про то, что не берите Новикова, он написал с самого начала в Твиттере, а еще в октябре. Но это ладно, бог с ним. Было дело Варвара Короловой. Девочки, которые рассудили за приготовление к участию в туристической организации. Это вообще отдельный вопрос о том, как рассудили. Ну, неважно. В общем, состоялся приговор в декабре. И тогда же в декабре Марк дал обширный комментарий, что, ну, конечно, дали-то и многовато, но в принципе правильно. Правильно. Девочка глупая. Ничего не соображает. Надо было думать, куда едет. А это табу для адвоката. Вот адвокат может много чего себе позволить, не теряя там права, право быть адвокатом, да. Но солидаризоваться с обвинением, с обвинительным приговором чужому клиенту, если только ты не представляешь потерпевшего по этой истории. Адвокат не имеет права. Кто угодно имеет права. Вы можете сказать, правильно осудили каравулу. Баба Маня с улицы может сказать, правильно ее осудили. Адвокат не имеет права. Вот это жесткое нарушение этики. Я припомнил Марку все, что он говорил мне до и после. Подал жалобу. Марк подал отзыв о том, что это писалось не он, что это не его Твиттер и не его Фейсбук. Просто когда он судился с Катериной Самуцевич, там тоже по поводу разных высказаний в соцсетях, там была похожая у него позиция, что не доказал истец, что это все. Но только единственный момент, что я не Катя Самуцевича, я позаботился нотариально заверить все эти протоколы. И где-то число, наверное, в середине июня или в конце июня у нас состоится заседание цеплярной комиссии, где мы будем выяснять все-таки, хорошо или плохо адвокату обманывать свою собственную адвокатскую палату. Илья, все-таки, если как-то обобщить, что не так с Марком Фегином? Почему он все время судится с бывшими предзащитными? Почему он все время ссорится с коллегами? Что с ним не так? Если бы я сказал вам вслух в эфире, что я об этом думаю, я бы сам попал под жесткое нарушение этики. Очень хорошо. А то про Фегин. Нам надо Фегин тогда звать, понимаешь, Леша? Позовите. Я думаю, что он вам очень интересно. И они вдвоем все глотки перейдут на рыжку. Мы, кажется, тоже на Кремле работаем. А вот часто говорят, например, происходит некое событие, связанное с Украиной, какое-то, скажем так, доказательство того, что Россия воюет на Украине. И часто говорят, что это очередной какой-то материал для ГАГи. В общем смысле, что это потом, когда Путин будет сидеть, будет в трибунал, и это все пригодится. Говорят это те, кто не любит Путина, не считает себя его фанатом. Скажите, Лешик. Ну, вы представляете, я вам фамилию не буду называть, но это такая, как мем. Фамилия. Это как мем, как шутка. Там, Путин для ГАГи. Слушайте, если на самом деле будет некий такой процесс, где будут Путин обвинять его команду в военных преступлениях, где вы себя видите на этом процессе? Ну, научная фантастика от Алексея Нарусова. Вы бы скорее, например, постарались бы дистанцироваться или активно бы принимали участие? Мне, наоборот, сейчас гораздо более предметно задают этот вопрос. Вот сейчас в Украине начинается заочный суд по отделу Януковича. И как раз там меня спрашивают, что пошли бы вы защищать Януковича. Но это правильный ответ, потому что меня Янукович не звал. Я его защищаю адвокат Сердюк. Очень хороший профессиональный украинский адвокат. Мне совершенно нечего делать. Понимаете, это такая тоже... Тогда сразу, а если Янукович позвал бы вас конкретно? Я бы задумался. Потому что я так коряшком глазом посмотрел на Кейс. А с профессиональной точки зрения Кейс безумно интересный. Вот безумный. Там даже если не брать моменты славы, всего этого пиара, но... С точки зрения вашего будущего на Украине? Это, конечно, было бы очень трудно. Потому что мы еще во время дела Саченко апеллировали такому фильму про адвоката Донована, который защищал Абеля. То, что вот это вот в мягкой форме показывает, как относится к адвокату, который защищает врагов. Конечно, если бы я пошел на что-то такое, я бы очень сильно потерял в глазах очень многих. Но для адвоката, для которого это решающий аргумент, вопрос о том, принимать, не принимать дело. Но, скорее всего, он просто не готов для этой категории дела. Подумайте сами. Чикатило кто-то защищал? Кто-то защищал? Кто-то? Там какого-нибудь другого маньяка-убийцу. Убийца-убийца-убийца-убийца-убийца-убийца. Вот эту работу кто должен делать? Адвокат по назначению, наверное. Вот, да, это может адвокат по назначению. Это может адвокат по соглашению. Каждый раз, когда к адвокату приходит, там, условно говоря, заплаканная мама, и говорит, что вот моего сына обвиняют в том, что он убил 30 человек, а это не так, для тебя, для адвоката начинается такая гефсиманская ночь своеобразная, да, вот идти, не идти. Там кто-то с самого начала говорит, что нет, я не пойду. Там, давайте мне экономику, давайте мне какие-нибудь там хищения. Это, пожалуйста, вот там, маньяка не пойду никогда. Кто-то говорит, да, там не все равно. Есть дело, там, да, платят. Все, ведь были люди, кстати, если о Чикатило вспоминать, которых осудили и даже расстреляли. Марченко, да, был Александр Марченко, который расстреляли. Так вот, получается, что вы отказываете, ну, я не про вас, некий адвокат отказывается защищать условно Вот вы понимаете, что я имею в виду. Вот такой вопрос, он, конечно, напрашивается на язык каждый раз, когда вы беседуете с адвокатом, а кого ты пойдешь или не пойдешь защищать. Но на самом деле он неправильный, он всегда конкретный. Вот там сегодня, там, какого-то мая ко мне пришли, искали там про Януковича, да. Сегодня ответ будет, допустим, один, да, а через месяц он будет другой. Кейс интересный, но есть еще один аргумент, да. Помимо чисто таких абстрактных репутационных потерь, вот у меня сейчас пятеро моих подзащитных украинцев, которых я уже защищаю. Для их интересов, для того, чтобы меня слушали в Киеве, если бы я сейчас взял кейс, подобный к кейсу Януковича, это было бы очень скверно. Поэтому я обязан думать, нет, я обязан думать, я обязан в конкретной ситуации думать не только о том, что у меня вообще представление о жизни, но и о том, как это влияет на те обязательства, которые у меня уже есть сейчас. Это тоже важная составляющая. Она не у всех адвокатов есть, но когда она есть, они приходят задумываться. Посмотрите, вот когда речь идет о Януковиче, вы сказали, меня не пригласили, а когда речь шла о Савченко, вы вызвались сами. Извините, что я педалирую, но это так и есть. Я просто внимания аудитории... Вы меня в этом упрекаете или что? Я просто обращаю внимание аудитории на эту ситуацию. Аудитория вправе сделать вывод, что мне хотелось это дело вести, я его получил. И как мне представляется, я его провел недавно. А это вам не хочется. Вот правильно. Чего не хочется? Ну, Януковича в смысле. Хотя вы сказали, что это интересно. Извините, Алексей, вы меня сейчас втягиваете в спекуляцию. Просто вот сейчас, если нас слушает, слушает адвокат Сердюк, привет ему большое. Я не хочу, чтобы он испытал впечатление, что я, может быть, пытаюсь как-то его подсидеть. Нет. Давайте вот так это темною дать. Сердюк, Илья Новиков. Значит так, когда будет судить Путина, вот тогда мы с вами об этом поговорим. Вот как раз вопрос, который я вам задавал. Когда? Я напомню, что в гостях в программе «Эй Тим» на «Эхе Москвы» адвокат Илья Новиков. Нарышкин, твой вопрос. Да. Ну вот когда будет сидеть Путин, хотя бы на скамье подсудимых. Представим, вдруг такое когда-то случится. Ваша роль? Где вы будете? Ну, мне трудно себе представить, чтобы я его защищал. Здесь есть еще один момент важный тоже, что адвокат, принимая такое решение, он должен быть уверен в том, что его личные убеждения, пристрастия в том числе, может быть, предрассудки, не помешают ему выполнять свои обязанности для решения вопроса. Я думаю, что отвлекаясь от опросов квалификации, подготовки и всего прочего, мне было бы трудно сказать себе самому, что я мог бы такого человека, как Владимир Владимирович, защищать с полной дачи. Но трудно. Может быть, к тому времени я повзрослею, стану как-то помудрее, повзвешеннее, как-то больше подтянусь к стандартам герематрии. Возможно, это не такие ребята, которые могли быть причастны к убийству российских граждан. Это какие, например, ребята? Ну, вот которых вы ведете от Савченко до всяких... Значит, смотрите, ни один человек, из тех, которые освещал, ни одного российского гражданина не убил. Это совершенно точно. А вот здесь я не знаю, я из ваших социальных сетей цитату достал. Как и все адвокаты, я ненавижу иметь невиновных клиентов. Если тебе удастся защитить невиновного, он считает это в порядке вещей. А если проиграешь, он будет ненавидеть тебя как личного врага. А с виновным, если проиграешь, он считает это неизбежным. А если выиграешь, он будет ноги тебе целовать. Это цитата Вербера и все такое. Ну, видимо, вам это близко. Я не помню такой цитаты. А, нет, да, как чужую цитатуру этого, конечно, мог перепустить. Но это отчасти отражает то, с чем приходится нам сталкиваться. И вообще есть такая поговорка адвокатская, которую очень многие понимают неправильно, что худший враг адвоката – его собственный клиент. Не в том смысле, что от него лично тебе много неприятностей. Потому что человек что-нибудь ляпнув не вовремя, он может свое собственное дело испортить и твою репутацию погубить, совершенно того не желая. Но, в целом, работая с тем судом, который есть в России, и понимая, что ты можешь, если дело предрешено, ты можешь вернуться наизнанку. Можешь показать, что человека не было там даже близко в том месте, где его хочет видеть следствие, что он этого не делал. И если он на тебя посмотрит скучными водительственными глазами и скажет – дам оценку в приговоре и даст оценку в приговоре, что все это не имеет значения. Конечно, очень трудно себя так накачивать, чтобы действительно с полной выкладкой все это… – А как вы ничего не теряете? Вы скажете, что это несправедливый суд, как на всех митингах говорят? – Нет, секунду. Если вы хоть как-то принимаете внимание результат, хотя бы не в виде оправдания, которое может быть невозможным в этой ситуации, хотя бы в виде того, чтобы человек получил на год меньше, на два меньше. – Вы должны работать на результат. – Вам больше плохое утешение потом, что вы скажете что-нибудь на митинге. – Я так не работаю никогда. – Вот у меня сейчас есть дело, в этот момент, последнего по времени фигуранта из Болотной площади Дмитрия Бученкова. Это единственный человек из тех, которые судили, который говорит, что меня там вообще не было, что все остальные говорили. – Ну, я был, но я не бил полицейского, или я его бил не так, или я его не толкал. – А здесь вопрос постоянно предельно остро. – Он говорит, что я был в этот день в Нижнем Новгороде, – а следственный комитет ему говорит, что я был в Нижнем Новгороде, я был в Москве на Болотной площади. – Вот здесь не может быть компромисса, здесь не может быть встречного движения. – Есть генерал-майор Габдулин, следственный комитет, который… – Ну, я не хочу сейчас навлечь на себя какие-то уж очень серьезные упреки в этом смысле, но это человек, который, зная о том, что в деле есть доказательства невиновности, в его собственном деле, которые ведут его следователи, невиновности Бученкова, и видит, что мы принесли ему новое доказательство, конкретно там фотография сделан нормальный объектив. Не кривая, там съемка оперативная, а нормальные фото, которые делали журналисты на Болотной площади, где видно, что у человека, который не считает Бученкова, две родинки на лице, которых нет у Бученкова. – А родинки пропадают иногда, появляются – пропадают. – Ну, извините, это вопрос, который нужно изучать. – Ну, да. – Это повод поговорить об этом, но это не повод сделать вид, что этих фотографий нет, сделать вид, что видеозаписи, которых запрещено к делу, нет. И не повод послать это дело в Генеральную прокуратуру, не заметив то, что я в последний день этого следствия сидел и три часа от руки ручечкой в протоколе писал, чтобы это все не могло просвистеть незамеченным, писал все эти замечания. Замечания не заметили. Заметили Генеральный прокурор Гринь. Сделали, что он их не заметил, что дело подготовлено к рассмотрению судей. – Это все касается судов. – А у меня такая работа. – Да, это хорошо. – Вот у вас по скандалам, а у меня по судам. – Но вы не только адвокат, вы еще политик. Понимаете? Вы политик. Вы не политик, а занимаетесь политикой. Вот вы сидите у нас в белой рубашке, в костюме очень хороших разведений. – Простите меня за это. – Да. А сегодня много говорят об истерии в социальных сетях и в медиа. Я когда изучаю ваш аккаунт в социальных сетях, у вас очень много желчи, ненависти, злости. Понимаете, вы нагнетаете. Мне кажется, вы ответственны в том числе за то, что происходит между Украиной и Россией. – Я понял, откуда в нашем интернете столько злости. – Да, да, да. Спикер Захарова, она известна, она на «Б» вот это вы ее называли. И Маркин, он тоже на «Б» вот этот самый. А Захарова, она не только на «Б», она еще и лохматая проститутка. Депутат Нилов, у меня этот заменил ворд на «судак» это слово «судак». Депутат Нилов «судак» у меня написано. Все говнюги. Но вот эти, понимаете, все бесконечные обзывательства, какие-то мутюки. Ужасно. – Ваши аккаунты читать просто невозможно. – Да, да, да. – Если сделать даджетного аккаунта за два года и выжать оттуда все пустяки с какими-то резкими выражениями, то есть это может быть сложно читать. На самом деле вы немножко привлечиваете, и если возвращаться к истории с лохматой проституткой, то там все было не совсем так. – Ну как? – Это мои читатели додумали, что это относится к Марии Захарову. На самом деле я имел в виду министра Лаврова скорее. – Ой, ну вы как Фидин. – Он лысый. – Ну я считаю, что есть некая разница. – Он лысый. – Ну, слушайте, адвокаты не всегда, даже хорошие адвокаты, если мне кто-то таким считает, не всегда удачно подбирают выражения. Ну вот почему-то публика посчитал… – Они же отвечают… – Вы же назвали женщину словом на «б». У нас вот в этой же студии недавно Виллер обозвал ведущую скотиной тупой. Это был такой шквал. Ну правильно, он оскорбил женщину, а вы ее обозвали вот этим словом на «б». Это вообще как? Женщину, неважно, что она какую-то политическую позицию занимает. Как вы это делаете? Зачем вы это делаете? – Сейчас мы перейдем к тому, что кто-то около кинет стаканами, я чувствую. – Не я. – Нет? – Я тоже. – Можно я задам вопрос все-таки про… во сколько у нас уже время кончается. – Давай дурного. – Я изменю тему, которую мы тоже хотели затронуть. Я вас как-то, Илья на самом деле спрашивал, возможно вы помните, но помню я. На дне рождения Москвы я вас спрашивал, и сейчас спрашу еще раз уже в эфире, потому что я не верю, что у вас нет обиды на крюка. – Это потому, что вы не очень хорошо представляете себе, что это человек Борис, и как он строит отношения с людьми, с которыми он работает. У меня абсолютно нет обиды на крюка. Я могу сказать совершенно искренне. Борис, если вы нас слышите, большое вам привет и большое спасибо за все, что вы делаете. – Но, Илья, не закрыли же ведь бы программу «Что, где, когда», которая 40 лет выходит в эфир из-за одного вас? – Ну, и крюк бы там, наверное, остался. – Слушайте, о чем будем об этом гадать? – Во-первых, помимо закрытия и незакрытия существует масса других градаций. Например, для этой передачи очень важно, для что и когда я имею в виду. Надеюсь, все это поняли. Для этой передачи еще важно, что она выходит именно в прямом эфире. По франшизе снимаются передачи в таких же точно декорациях, с такими же вопросами, но они ведут записи. И ощущения совершенно разные. Вот для этого «тру», для него важен прямой эфир. Если бы из-за такого упрямого и не сдержанного на язык одного человека, как я, эта передача решилась бы привилегия выходить именно в прямом эфире, его перевели на консерву, на запись, я бы считал это большой потерей и большой неудачей со своей стороны. Поэтому Борису еще, с Борису претензий. У вас образцовая выдержка, но вы могли бы в эфире в прямом, используя эту ситуацию в прямом эфире, повторить то, о чем говорил коллега Голдов? А вас за это не закроют? Нет, я имею в виду на что, где, когда. Здесь как раз ваша выдержка достойна уважения. А зачем? Зачем тащить это туда? Не знаю. Отвечайте «нет» тогда. Окей, я принимаю... Подожди, осень. У меня сейчас другом вопрос. Какое представление? Ну как, вы могли бы использовать, в чем опасение, присутствие ваше что, где, когда. Что вы могли озвучить свою политическую позицию еще в некоторых выражениях, используя прямой эфир. Вот о чем. Я думаю, что все люди, которые со мной работают, они понимают, что я бы не стал этого делать. И если такие опасения у кого-то и были, то уж, наверное, не у Бориса. Вы не должны были появляться, получается, в эфире российского телеканала, как у Раха Царченко? Нет, я могу сказать, что отчасти мне это сейчас проще. То есть, вот сейчас, в условиях 2017 года, объяснять моим украинским друзьям, не только коллегам, но и друзьям, отчего-то я регулярно появляюсь в эфире российского первого канала, когда там все еще мальчиков распинают до сих пор и не отраспяли этих мальчиков в Славянске. Ну, было бы трудно. Поэтому, ну, отчасти, наверное, мы здесь срезали угол. И отчасти вот в этом плане мне проще. То есть, вам самому было удобно уйти? Я правильно понимаю? Мой товарищ по команде, Толя Бугаев, который одессит, вот он оттуда ушел просто, ну, не хлопая дверью, но решительно ушел вот с первых же дней, как только случился Крым в 2014 году. Нам пришлось сказать ему замену. Поэтому, а после этого, когда я ушел, там моя команда в прежнем составе, команда Олеся Мухина, вот в это воскресенье, да, значит, в это воскресенье была, точнее, будет или была их игра, смотря кто как, когда нас слушают в новом составе. Старый состав команды Олеся Мухина просто не стал играть без меня. Знаете, там на такие производственные отношения, на чисто то, что вы видите в эфире, накладывается очень много личного, человеческого, у кого-то это только работа, у кого-то, я имею в виду у тех, кто делает, да, для кого-то из тех, кто играет, это не работа, мы там зарплату не получаем. У тех, кто играет, у кого-то личное, у кого-то неличное, у кого-то там амбиции, у кого-то дружба. То есть, это все, на самом деле, сложная человеческая история, про которую можно снимать сериалы, писать книжки. Это не так, что собираются в парткомы и кого-то исключают из партии за какие-то нарушения. Это не так работает. — Нарышкин. На все время мало совсем допускаете для себя. — Да я бы остался. — Да мы бы тоже. — По крайней мере, я. — Допускаете для себя сотрудничество в каком-то виде с российской властью? — Должность, может быть. — Нет. Это вряд ли, конечно. — Омбудсмена, например. — Оф. — Детского. — Это тем более. Маленького, да? С банановым вкусом. — А если по-другому, Илья, ввести программу типа «Час суда»? — «Час суда» — это программа, за которую проклинают многие адвокаты. Потому что люди, понасмотревшись вот этого «Часа суда», потом приходят и говорят, вот я хочу, чтобы у меня было как в телевизоре. Я видел, как там… Дело очень похоже. — Рассматриваются 15 минут. — Это плохо, да? — Это зло. — Для нас, для нашего корпорации, конечно, это… Ну, это не такой ньюсенс, то, что мешает жить. — А, должность. — Пост какой-то. Не знаю, там, помощник, глава департамента в Минюсте. — Кто бы мне туда позволил? — Это другой вопрос. — Во-первых. Во-вторых, я очень дорожу нашей адвокатской свободой, тем, что мы не обязаны ходить в присутствии, носить вице-мундир. Для меня все это очень важно. Я уже не смогу перестроиться. Я и так-то вздохнул с увлечением, когда я перестал преподавать, и у меня упала вот эта вот необходимость появляться в просписании на кафедре. Так что нет, скорее нет. — Если Петр Порошенко в Киев позовет работать? — Ну, мы же знаем, есть разные. Даже Мария Гайдар, например. — Есть, но, знаете, есть пока еще дома дела. — Ну, на что бы скорее согласились? Пост здесь, в России, или в Украине? — Нет, здесь, в России, в нынешних условиях, конечно, нет. — Последний вопрос о любви. Вы любите больше России или Украины? — Украины. — Спасибо. У нас в гостях в программе A-Team был Илья Новиков. Программу провели Алексей Осин, Алексей Нарышкин, Дурновой и Голубев. Спасибо, до свидания. Это была программа A-Team.